Всем привет! Сегодня будем продолжать заниматься кровельными работами. Всю ночь шел дождь, сейчас тучами затянуто, но будет дождь, не будет, не знаю. Надеюсь, нам повезет. В этом тоже есть свой плюс, и он, в принципе, не маленький. Будет не жарко. Сегодня дело движется быстрее, уже второй лису устанавливаю. Вот эта лестница все-таки отличный помощник, я ее прикручивал на саморезы, на три самореза. Тут как раз будет конек, и эти отверстия не будет видно. И, в принципе, благодаря веревке пока все происходило нормально. Но, надеюсь, так и до конца будет. Неровности крыши говорят о себе. То есть, сама вот эта верхняя перекладина, она слегка кривовата, и, соответственно, профиль немного уезжает вниз. То есть, если сейчас низ идет вровень, то, возможно, где-нибудь здесь уже будет небольшая ступенька появиться. Потому что таковы неровности крыши. Вчера я все-таки умудрился себе по ноге монтировкой заехать. Ощущения были, конечно, не из приятных. И сейчас иду, побаливая так действительно знатно. Я иду Катю встретить. Ну и заодно воды набрать. Взял пару баклажек пятилитровых. У меня дома еще есть 10 литров питьевой воды. Но лишняя вода никогда не бывает. В прошлый раз я пытался потравить муравьев. Купил средства от муравьев. Около 170 рублей оно стоило. Результат я вообще не заметил. То есть, сколько их было, столько их и есть. Может, конечно, они подохли, но не знаю. Вчера я читал комментарии под последним видео. И там было... Там написали, что попробую использовать соду. Поэтому сейчас я взял 3 пачки соды. Вышло это на 70 рублей. И посмотрим, может сода сработает. То есть, средство в 2 раза дешевле хоть как-то поможет, чем средство, которое в 2 раза дороже. И оно вообще не помогло. Ну, посмотрим, что будет. Вот они, эти 3 пачки соды. Так. Пойдем засыпем. Я думаю, что один муравейник, но их может быть гораздо больше. Но вот эту пачку соды я засыплю именно вот на этот муравейник. Вон он он. Так. И они же сейчас по мне будут ползать. Табунами. Так, вон как забегали. Я думаю, туда еще вторую пачку высыпать. Вот здесь тоже на тропинку надо вдоль просыпать будет. Вдоль дома просыпать. Сейчас займемся этим. Вот здесь их очень много. И давайте опять. Смотрите, они засуетились, однако. Ай, на меня нападали. Я не собираюсь мириться с подобным соседством. Вот здесь немного. Везде посыплю. Везде, где они тут тусуют, я им устрою. Вот здесь они у нас тусуют. Вот здесь где-то тусуют. И так. И так. Везде все посыплю. И еще в этот основной муравейник. Вот так. Все. Ну и теперь посмотрим. Посмотрим, какой будет результат. Если их даже наполовину меньше станет, еще, к примеру, пару раз протравлю, и будет нормально. Это будет уже супер. Дом приобретает совсем другой вид. Сейчас как раз уже третий лист начинаю класть. Постепенно перехожу уже на вторую часть крыши. Эту еще не до конца доделал. Тут остался небольшой участок с высоковольтными линиями. Но эту часть буду в самом конце доделать вместе с этой. А сейчас пока еще один лист. И коньком закрывать сверху буду. Уже 8 вечера. Муравьи так и не думают подыхать. Но я думаю, что на сегодня, пожалуй, хватит работать. И завтра, я надеюсь, все-таки, что завершу эту крышу. Сегодня какие были нюансы такие? Дождь. Дождь частенько, он шел. То есть, он то идет, то не идет. И приходилось останавливать работу. В связи с этим, я думаю, ну, я не думаю, что я бы сегодня закончил, но все-таки сделал бы гораздо больше. Как обычно, начинаешь что-то делать, 2-3 дня кажется. Да, кого там за, типа, за несколько часов сделаю? Куда там? 2-3 дня. Как всегда, как всегда. Что полы менял, что окна делал? 2-3 дня, 2-3 дня. Ладно, я буду ужинать и уже завтра продолжим стелить кровлю. Продолжим завтра. Доброе утро. У нас новый день. Всю ночь лил дождь. И я думаю, что сегодня, наконец-таки, все закончу. Тем временем, работа продолжается. Вот уже и первый конек лег. Еще один профиль. Сейчас сюда пойдет следующий лист. Сейчас начну уже делать тот участок, где вот эти вот линии высоковольтные подведены. Перчатки диэлектрические я распаковал. Реально, я их первый раз вижу. Толстая резина. Тут написано, что Марион спецодежда, дата испытания. То есть, вот такие вот они. 600 рублей стоит эта пара. Но это на всякий случай. В конце концов, там высоковольтные линии идут. И я могу нечаянно просто за них взяться. Или еще что-то шибанета. Лететь вниз как-то не хочется. Поэтому на себе не надо экономить. Особенно на своей безопасности. Поэтому пойду сейчас сделать замер. Часть профлиста как бы прорежу, чтобы можно было вокруг вокруг вот этого столба. Я не знаю, как он правильно называется. Рогатулина вот эта, которая подведены высоковольтные линии. Чтобы вокруг ну, чтобы ее можно было, грубо говоря, одеть на профлист. Я думаю, вот небольшой участок у профлиста вырезать. У меня есть ножовка по металлу. И его потом как заплатку приделать. Иначе по-другому ну, я не знаю, как сделать. Конечно, наверняка есть какие-то способы. Но я не придумал. Я не знаю. И единственное, что у меня есть это ножовка по металлу для того, чтобы разрезать что-то подобное. Поэтому поэтому так. Опасное место почти готово. Верхний ряд саморезов я прикрутил. И сейчас дальше пройдусь. Без разницы, что снизу немного кривовато. Это вообще все без разницы. А мне, пожалуй, нужно устроить небольшой перерыв. Уже час дня. Чай попить. Просто отдохнуть часок. И заканчивать с этим делом. По итогу грязные руки. И я завершил. Давайте посмотрим, что в итоге получилось. Получилась вот такая кровля. Давайте сейчас с другой стороны глянем. Вот так выглядит с другой стороны. С теми, кто скажет, что есть какие-то неровности, какие-то косяки, я полностью согласен. Я и сам вижу, что есть косяки, есть неровности. Но с учетом того, что я делал, это первый раз, первый раз сделал кровлю, я думаю, результат, вернее, не я думаю, я результатом вполне доволен. Главное, что кровля новая и течь не будет. А еще самое главное, что вся конструкция дома облегчилась. Килограмм на 200 облегчилась за счет того, что тот шифер был снят. По деньгам мне это, кстати, обошлось чуть больше 20 тысяч. и это с учетом того, что инструмент у меня был свой инструмент, я уже до этого купил. Ну, а если, к примеру, еще брать инструмент и нанимать рабочих, то приблизительно такой объем работ нужно рассчитывать ну, тысяч на сорок. Следующие работы, за которые я буду приниматься, они будут уже проходить в самом доме. То есть, это стены, это потолок, это проводка и тому подобное. Но для того, чтобы к этому приступить, для начала нужно на материал заработать деньги. Поэтому в ближайшие дни я именно займусь тем, что буду зарабатывать деньги. Кстати, кто хочет помочь моему проекту, в описании под видео есть ссылки на мою карту Сбербанка, поэтому, пожалуйста, всегда буду рад. Всем, кто досмотрел, огромное спасибо за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши комментарии. Увидимся уже в следующих видео. С вами, как обычно, был Александр. Всем до скорого, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok